Академия наук Директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции Института исследований древности и средневековья Бордо Область научных интересов Греческая и латинская эпиграфика Древняя история и археология Черноморского региона Малой Азии и степей Евразии Древнегреческая колонизация Античная литературная традиция Востока Античная этнография Автор 170 научных публикаций, в том числе 5 монографий Спасибо, дорогие коллеги. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение сделать здесь доклад. И когда я получил это приглашение, я колебался в выборе темы, но действительно непросто найти тему, которая была бы интересна столь разнообразной аудитории. В результате я решил говорить о проблемах, в первую очередь, институционального характера, которые стоят перед отечественными исследователями античности и о том месте, которое эта наука занимает в мировом контексте. Надеюсь, что эта тема будет иметь общий интерес. Исследование античности, то есть греко-римской цивилизации, это одна из старейших наук в Европе. Именно с антиковедия началось возрождение, что и неудивительно. Но в самом деле наша цивилизация, новая европейская цивилизация, в очень большой степени является продолжением античной культуры, как ее восточного, греческого, так и западного, латинского вариантов. Изучение античности – это и форма исторической памяти, и форма рефлексии нашей цивилизации, которая позволяет не забыть о базовых ценностях и основных структурах, которые объединяют все народы нашей культуры. Поэтому, начиная с 15 века, изучение античности во всех странах европейской культуры придавалось очень большое значение, и само антиковидение долго считалось самой важной гуманитарной дисциплиной и основой любого образования. Если рассматривать российскую антиковидческую школу в сравнении с другими национальными школами, то есть не в абсолютном, а в относительном измерении, то высшего уровня своего развития она достигла в начале 20 века, то есть последние десятилетия перед Первой мировой войной. В это время лидером в мировом антиковидении была Германия, а русская школа занимала примерно то же положение, что и другие ведущие национальные школы, но прежде всего французская и английская, британская, и далеко превосходила, например, американская. Русские ученые были частью мирового антиковидения в той же мире, что и западные коллеги. Часто они часть образования получали за границей, обычно в Германии, защищали там диссертации, публиковались в тех же изданиях, да и международные научные карьеры были не редкостью, а скорее правилом. Одни и те же профессора могли часть жизни преподавать в Германии, а часть в России. Ну, например, вот здесь вы видите портрет одного из крупнейших филологов конца XIX века, Августа Наука, который начал свою карьеру в Берлине, а затем больше 30 лет служил профессором в Санкт-Петербургском университете, ну и других учебных заведений в Петербурге. Будучи российским академиком, он был избран также в прусскую, баварскую, нидерландскую и французскую академии. В это время российские археологи-классики и эпиграфисты работали, как и их западные коллеги, на памятниках, находящихся в Греции и на территории Османской империи. Активно действовал Русский археологический институт в Константинополе и программа по обучению молодых ученых в Афинах. Часть находок, сделанных в то время, поступала в Россию и, в частности, заставила Пальмирскую коллекцию Эрмитажа, куда входит и эта надпись, жемчужина этой коллекции, «Пальмирский пошлиный тариф» – один из самых важных источников по экономической истории всей античности. Ещё важнее, пожалуй, то, что число людей, профессионально занимающихся исследованиями в области антиковидения или преподаванием классических дисциплин, было в это время вполне сравнимо с их числом в крупных западных странах – в Германии, Франции, Великобритании и США. Во всех российских университетах преподавались классические дисциплины и, в первую очередь, греческие и латы. При этом основу образования составляли классические гимназии. Путь к высшему образованию в любой сфере лежал через классическую гимназию, где эти дисциплины, классические языки преподавали на очень высоком уровне и часто гимназическими учителями были активно действующие и известные учёные. Поэтому, например, в это время инженер-путеец, читающий для отдыха на ночь Горация в подлиннике, это было скорее правило, чем исключение. Высокий уровень российской антиковидической науки полностью подтвердился после 1917 года. В эмиграции некоторым из российских учёных удалось занять самые высокие позиции в западных университетах. Здесь, конечно, в первую очередь приходит имя Михаила Ивановича Ростовцева, бывшего уже в момент отъезда очень известным учёным. За 30 лет своей послеволюционной карьеры в США Ростовцев по всеобщему признанию стал самым крупным и влиятельным антиковидом XX века в мировом масштабе. Степень его влияния на антиковидение XX века вполне сравнима с влиянием, например, Макса Планка или Альберта Эйнштейна на теоретическую физику. Это самый яркий, но не единственный пример. Здесь можно вспомнить и более старших учёных, например, Теодора или Фадея Францевича Зелинского, который после эмиграции в Польшу стал признан главой всей польской школы классиков, или более младшего Илья Иосифовича Беккермана или Эльеса Джозефа Беккерман, который был одним из крупнейших специалистов XX века по истории ленизма. Беккерман в России успел только закончить классическую гимназию и три курса Петербургского университета, где его учителем был, в частности, и ростовцев. Ну и ещё принять участие в обороне Зимнего дворца от большевиков, потому что он был юнкером в 1917 году. Затем образование он закончил уже в Берлине, после чего его ждала университетская и неизменно блестящая карьера последовательно в трёх странах, сначала в Германии, затем во Франции и, наконец, в США. Учитывая, что последние годы своей жизни он провёл в Израиле, Беккерману можно считать четырежды эмигрантом. Ну и так, русская школа накануне Первой мировой войны была органичной частью мирового антиковидения и принадлежала числу её лидеров. К сожалению, сейчас ситуация существенно отличается. Но прежде всего, система классических гимназий, которая раньше находилась в основе классического образования, более не существует. Она была упразднена уже в 1918 году как реакционная и дворянско-бержуазная. Однако в этом отношении, ну это ничего страшного, по-видимому, потому что здесь ситуация в России не отличается от общей мировой. Классическое образование в средней школе почти повсеместно исчезло, хотя это произошло на несколько десятилетий позже, чем в России. Оно существует в средней школе, но занимает откровенно маргинальные позиции. В России, напротив, за последние 25 лет в этом отношении скорее произошли изменения к лучшему. Сначала в Петербурге, потом в Москве появились классические гимназии, где древние языки и антиковические дисциплины преподаются на высоком уровне. Но, конечно, это не изменяет общего маргинального, ну или, с другой стороны, посмотреть, есть ли то элитарного положения классического образования и в России, и за рубежом. Но вот ситуация с преподаванием классических дисциплин в университетах значительно хуже на общем уровне. В России есть учебные заведения, где можно получить хорошее антиковедческое образование, но их катастрофически мало. По сути дела, полный цикл антиковедческих дисциплин преподается только в Москве и Петербурге, и в первую очередь это касается самой основы антиковедения, преподавания греческого и латыни. Таково же было и положение и к концу советского времени. К сожалению, за постсоветские годы удалось создать лишь один новый центр, сопоставимый и даже в чем-то превосходящий МГУ и Петербургский университет. Это Институт восточных культур и античности в РГГУ в Москве. Но сейчас он находится в глубоком кризисе, и само его существование дальнейшее находится под вопросом. В последнее время антиковедческие программы появились также в Высшей школе экономики, в РАНХИКС, и планируется их развитие в Академическом университете гуманитарных наук, ГАУГН. Однако они еще только зарождаются, и об их успехе или неуспехе судить рано. Важным достоинством этих новых программ является комплексный подход, историко-филологический подход. Программа обучения филологов и историков в значительной мере в них совпадает, в отличие от двух традиционных университетов, Московского и Петербургского. Но здесь надо сказать, что антиковедение, несмотря на нарастающую в современной науке специализацию, в значительной степени сохраняет свой междисциплинарный или синтетический характер. Оно состоит из трех основных дисциплин – филологии, истории и археологии. При этом границы между ними довольно зыбкие, и для успешных занятий одной из дисциплин обязательно необходимо профессионально разбираться и в трех других, в двух других. Про некоторые же специальности и вовсе трудно сказать, как их следует классифицировать. Ну, например, эпиграфика, то есть наука о надписях на твердых носителях, на камне прежде всего, требует равной квалификации и в лингвистике, и в филологии, и в истории, и в археологии. Но особенно тесно связаны история и филология. По этому поводу я позволю себе повторить высказывание, пожалуй, самого авторитетного современного немецкого исследователя оттичности, историка Ханса Яхима Герке. Как-то он сказал, заметил, что хорошая история – это, по сути, филология. Но в таком же духе высказывался и, наверное, самый известный историк Рима Теодор Момзе. Но это и понятно. Историк свои исследования основывает, прежде всего, на письменных источниках, написанных на греческом и латыни, и чтобы адекватно понимать все их тонкости, ему нужна филологическая подготовка не меньшее, чем подготовка собственного филолога. Учитывая такой синтетический характер антиковедения, на Западе классических филологов, историков и археологов часто готовят вместе. В англосаксонской традиции и вовсе эти дисциплины преподаются в одном департаменте, именуемом Classics. Но, к сожалению, в российских университетах историков, филологов и археологов готовят отдельно, и эти границы для студентов труднопреодолимы. Поэтому познания многих историков, и тем более археологов, в классических языках часто недостаточно. Как я сказал, в полном объеме в настоящее время антиковедение преподается лишь в трех-четырех университетах, расположенных в Москве и Петербурге. Конечно, во многих нестоличных университетах эта область исследований представлена, но речь идет только об отдельных дисциплинах. Лучше всего положение с археологией. Довольно сильные школы античной археологии существуют в Саратове, Нижнем Новгороде, Ростове, Магнитогорске и некоторых других городах. Историки антиковеды часто неплохого уровня, также преподают во многих университетах, но, как правило, в рамках общих программ по западной истории. Но кроме упомянутых университетов можно назвать Казанский университет, Ярославский и Екатеринбургский. Хуже всего положение с филологией, то есть самой базой антиковедения. За пределами Москвы и Петербурга подготовка по этой дисциплине не осуществляется, за исключением только Томского университета. Но там она довольно сильно усечена. Следует специально заметить, что ситуация и без того не блестящая, резко ухудшилась в последние годы. Коллеги из региональных университетов сообщают об уничтожении целых направлений, следи которых не только антиковедения, но и другие гуманитарные дисциплины. Ну, например, практически прекратил свое существование хороший и довольно активный до того антиковедческий центр в Магнитогорске. Немногим лучшая ситуация в Саратове и Нижнем Новгороде, и Ростове. Ну, такая ситуация с подготовкой кадров имеет два важных последствия. Количественная и качественная. Если брать количественный аспект, то российские антиковеды это очень маленькое по сравнению с западными странами профессиональное сообщество. Сто лет назад, как я говорил, количество российских антиковедов было сравнимо с количеством коллег в ведущих научных державах. Но эти сто лет развитие там и в России шло в противоположных направлениях. И теперь здесь разница на порядок. Ну, вот, например, в профессиональном объединении американских классиков, который не включает археологов Society of Classical Studies, насчитывается около трех тысяч двадцати членов. Если сюда добавить классических археологов, объединенных в Archaeological Institute of America, это число по меньшей мере удвоится. А вообще-то это объединение насчитывает двести десять тысяч членов. В каждой из ведущих европейских стран Великобритании, Франции, Германии, ну, а также и в Италии, в Испании в области разных антиковедческих дисциплин по самым скромным оценкам работает несколько тысяч человек. В Российской Ассоциации антиковедов имеется примерно полторы сотни членов, включая и археологов. Конечно, не все российские антиковеды являются членами Ассоциации, но если мы это число удвоим, я думаю, оценка будет реалистичной. Это около трехсот человек, профессионально занятых антиковидением во всей России. То есть это существенно мало, чем участников этой конференции. Если всех антиковедов России, можно собрать в этом зале легко и еще останутся места. Учитывая такую огромную чисто арифметическую разницу, было бы, конечно, неуместно сравнивать российское антиковидение со школами таких стран, как США, Франция, Германия или даже Испания или Италия. Корректные сравнения возможны с небольшими национальными школами, такими, как шведская, финская, датская или голландская. Небольшой численный состав, конечно, не означает автоматически низкого качества, и уровень классических исследований в тех же Финляндии, Дании или Голландии весьма высок. Но как обстоит дело с этим в России? Мой ответ на этот вопрос не будет однозначным. Дело в том, что в российском антиковидении сложилось две группы исследователей, различающихся между собой не только по степени интеграции в мировую науку, но и по своему отношению к необходимости этой интеграции. И ответ для этих двух групп будет разным. К первой группе относятся безусловные сторонники интеграции российской науки в мировую, которые стремятся преодолеть последствия изоляции в советское время и участвуют в международных исследованиях на равных основаниях. Осознавая, что русский язык не может претендовать на статус международного в антиковидении, эти исследователи публикуются на тех языках, которые такой статус имеют. В гуманитарных науках и в антиковидении в частности, в отличие от естественных наук монополии английского языка нет, поэтому если вы публикуетесь на английском, французском, немецком и итальянском языках, они все имеют статус международных и вы получаете достаточно широкую аудиторию. Параллельно с этим русские гуманитарии продолжают публиковаться и по-русски в российских изданиях, но делается это не столько для того, чтобы обеспечить более широкую аудиторию своим исследованием, сколько для того, чтобы не утратить национальный язык в этой сфере и сохранить возможность научного дискурса и рассуждений на сложные темы на родном языке. Задача, на мой взгляд, не менее важная, чем собственные исследования. В этом они следуют той же стратегии, что и другие представители малых научных школ. И финны, и датчане, и голландцы активно публикуются на английском и немецком, и только эти работы и читаются за пределами их стран, но продолжают печататься и защищать диссертации и на своих языках. Российские ученые этой группы активно участвуют и в других формах международного сотрудничества, и в общих проектах, и так далее, ну и в том числе и в конкуренции за временные и постоянные позиции в западных исследовательских центрах и получают их временами. Относительно высокая успешность выходцев из российской антиковической школы в этой конкуренции, на мой взгляд, является лучшим свидетельством сохранения высокого уровня части представителей нашей антиковической школы. Ну то есть по этому показателю она вполне соответствует малым европейским антиковическим школам, людей мало, но они в среднем неплохого уровня. Ну вот мне известно около трех десятков российских антиковедов, в основном молодых, которые работают на постоянных или длительных контрактах на Западе. Ну то есть это где-то 10% от общего числа российских антиковедов, что по-моему неплохой показатель. Но к сожалению далеко не все российские антиковеды считают подобное сотрудничество и подобную интеграцию необходимой. И здесь я перехожу ко второй группе, о которой я говорил. Эта группа может быть названа изоляционисткой. Некоторые из ученых, которых я бы отнес к этой группе, хорошо образованы, но конечно не все, читают на иностранных языках, следят за научными публикациями, однако сами не предпринимают особых усилий, чтобы публиковаться на международных языках. Иногда надо сказать, что эта группа настолько обширна, что она составила отдельное сообщество, можно считать. Изоляционисты читают и цитируют друг друга, публикуются в собственных изданиях, которые никому неизвестны за пределами России, организуют конференции и так далее, приглашают друг друга оппонентами на диссертациях, и все это создает некую видимость довольно комфортной научной жизни, которая продолжает традиции советской эпохи. Но с той лишь разницей, что тогда эта изоляция была вынужденной, а сейчас она доброводная. В этой среде до тех пор остается похвалой и широко применяется знаменитая формула, такой-то Эмирек впервые в отечественной науке показал то и то. В действительности, конечно, эта формула оскорбительная, поскольку указывает на отсутствие оригинальности и даже подразумевает некоторую второсортность отечественной науки. Средний научный уровень этого сообщества, конечно, невысок, однако некоторые из его членов пишут и качественные работы, которые вполне могли бы быть опубликованы в хороших западных изданиях. Но со временем пребывание в этой среде их приводит к деградации. Но, пожалуй, хуже всего то, что это сообщество самовоспроизводится и поглощает немалую часть и так немногочисленной молодежи. В этой связи можно задаться еще вопросом, который, кстати, мне не раз задавали зарубежные коллеги и студенты. Есть ли такая область антиковидения, где российская школа, безусловно, лидирует и где без русского языка не обойтись? Такая область есть. Это изучение Черноморского региона, причем не только Северного Причерноморья, то есть территории России и Украины, но и грузинского, болгарского, румынского и турецкого побережья, где, начиная с 7 века до нашей эры, существовало довольно большое количество греческих колоний. Вот на этой карте вы их видите. В этой области российские ученые по-прежнему занимают лидирующие позиции, хотя в последнюю четверть века интерес западных коллег к этому региону сильно возрос, и количество публикаций по нему постоянно растет. Однако перевес и по числу, и по качеству публикаций по-прежнему остается за российскими и украинскими исследователями, и для работы в этой области русский необходим. Но даже и в этой области отказ от включения своих исследований в международный контекст, в том числе и с методической точки зрения, и с учетом общей проблематики, такой отказ ведет к провинциализации. Подводя итог, я бы сказал, что основные проблемы отечественного антиковидения в настоящее время следующие. Это, во-первых, недостаточное число университетов, дающих хорошее классическое, в первую очередь, филологическое образование, и к тому же сконцентрированных в двух столицах. Вторая проблема, это связанный с этим недостаток новых кадров, имеющих хорошую профессиональную подготовку. И, наконец, третье, наличие довольно большой группы ученых, предпочитающих самоизоляцию, интеграции в мировое научное сообщество и, на мой взгляд, по сути, замещающих тем самым науку квазинаукой. К сожалению, в последние годы эти проблемы не решаются, а наоборот, становятся все более острыми, особенно в том, что касается нестоличных вузов. Проблемы, о которых я говорил, характерны не только для антиковидения, но и для других, так сказать, малонаселенных дисциплин. Ну, например, для разных отраслей востоковедения или для византинистики. И, на мой взгляд, для их сохранения к таким дисциплинам необходим особый подход, отличный от подхода к тем дисциплинам, в которых работают десятки тысяч исследователей. Ну, речь может идти о чем-то вроде создания красной книги для таких малочисленных малонаселенных специальностей. К сожалению, в нашей стране этого не происходит, и, наоборот, университетская политика последних лет, как я говорил, поставила эту дисциплину на грани исчезновения. А исчезновение любой дисциплины, ну, и гуманитарной в частности, в России сделало бы нашу науку неполной и, я бы сказал, ущербной. Но здесь присутствуют в основном представители тех наук, которыми и в России, и в мире занято множество ученых. И тот факт, что меня представители, так сказать, малочисленные, малонаселенные специальности пригласили здесь выступить, свидетельствует о том, как я надеюсь, что для всех очевидна ценность и таких наук тоже, и проблемы, которые перед ними встают, тоже осознаются всеми. Поэтому я закончу тем, чем начал, благодарностью за приглашение здесь выступить. Спасибо. Большое спасибо, Аскольд Игоревич. Очень приятно и важно, что вы затронули эти проблемы. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода